Вдохновившись прочитанными в интернете спорами, обвинениями в том, что рядом со Славутичем вырубают лес и скоро не будет куда пойти с ребенком по грибы, мы нашли лесничего Славутического лесничества Вячеслава Ивановича Миронюка и попросили проехать с нами в лес и показать, где сейчас проходят вырубки леса и вообще законно ли она. Мы вырубаем не больше, чем 90% среднего речного природа. То есть, больше природа, мы меньше вырубаем. Так дают нам дозвіл Держлеспроекту. На сегодняшний день вырубается набагато меньше, чем позволяется вырубать. Например, по Славутицькому лесничеству розрахунковая лісосика складает по головному использованию 15 тысяч кубометров. Мы на сегодняшний день вырубаем всего-навсего 9 тысяч. С чем это связано? Ну, в большом ступени, сейчас все знают, всем известно, перейшел в нас верховковый короид, который уничтожает насадение. И насадение массово всехает. То есть, эту разницу мы не вырубаем головное использование для дилевого дерева, а в большей мере вырубаем сухостой. Обовязково все дилянки, которые вырубаны социальной рубкой, пройшли, они обовязково все залеснуются 100%. То есть, нет таких дилянок, которые остаются незасадженными. Можен, такой только вариант, например, этой дилянки, продукцию, которую мы не встигаем реализовать, вывезти. То есть, она будет посадлена не восени, а на весне 2020 года. А еще мы узнали, что славутическое лесничество таки есть, но к нашему городу, кроме названия, отношения не имеет. Просто вокруг Чернигова есть 7 лесничеств, и одно из них названием привязано к славутичу, но все они подчиняются черниговскому лесному хозяйству. Во время нашей экскурсии по лесу наш наблюдательный оператор увидел всего в 3 километрах от славутича косулю. Очень осторожное животное. Узнали мы и к кому можно обращаться, если вы вдруг увидели, что с вашей точки зрения происходит незаконная вырубка леса. Можно вернуться в рабочий час с 8 до 17 часов, возможно, даже позже мы на работе, получать соответствующую информацию, которая интересует людей. Даже можем выехать на место, где они вкажутся, поделиться. Показали нам и молодняк, который высаживают лесники, и документы на вырубку, и объяснили, что означает колышек на границе поляны под вырубку. В общем, подробнее о наших лесных приключениях смотрите на следующей неделе в среду. А еще в лесу мы увидели и первый снег этой зимы. Продолжение следует...